Бэкхендбрейк, матчбол, обратный кросс, эйс. Что это значит, вряд ли понимают те, кто пришел на теннис впервые. Но стоит продолжать тренироваться, не опускать рук и ракетки, и все получится. Эйс, например, это подача на вылет. Сейчас на корте сразу два президента. Марина Карипанова, президент федерации тенниса Янао, и Лена Третьякова, президент школы номер 3 Нового Уренгоя. Их совместная работа началась 4 года назад, когда Лена перешла в старшую группу теннисистов. Теперь она первая ракетка города. Они с тренером знают, путь к любой победе начинается с подготовки. Мяч должен уйти туда, не задевая экрана. Ракетка не должна. Да, отлично. Но я люблю возле сетки играть, потому что там мало нужно бегать, но это хорошо отрабатывать ногами и руками. В теннисе не бывает ничьей, только победа или поражение. Этот вид спорта индивидуальный. Ребенку помогает понять, что надеяться можно только на себя. Однако бывают варианты, когда поддержка необходима. Есть такой разряд, как парный, где ты должен нагорать в команде, где ты должен поддерживать своего напарника, страховать его в каких-то моментах, где-то брать игру на себя. Поэтому это очень важно. В идеале тренироваться 6 раз в неделю. Но уроки и домашние задания никто не отменял, поэтому занятия в зале не так часто. Хотя желанию и трудолюбию ребят тренер отдает должное. Если обратиться к биографии любых знаменитых теннисистов, большинство из них было трудоголиками. Начиная с той же Маши Шараповой, которая там уже в 5 лет играла в стенку с удовольствием. Ей это нравилось самой. А не потому, что так хотел папа. Мария Шарапова в Новый Рингой не приезжала. Гостями компании были другие теннисные звезды. Эти встречи помогала организовать в том числе и Марина Карипанова. Ее воспитанники участвовали в мастер-классах и подавали мячи в матче Кубка Дэвиса «Россия-Дания» в 2015 году. Тренер приобщала ребят к теннису по-разному. Но главное – все равно практика. Я получила те навыки, с которыми я могу играть. А сейчас я просто их совершенствую и разрабатываю. Секция тенниса «Газпромдобыча Ямбург» создана для того, чтобы находить и совершенствовать навыки. Для этого есть тренировки и внутренние турниры. При этом здесь подход Марины Карипановой отличается. В основном взрослые пропускают все через голову. Они должны осмыслить это, потом сделать. А некоторые просто берут ракетку в руки и играют. Все от человека зависит. 6-7 турниров в год. К такой регулярности теннисисты привыкли. Это немало. И принцип тут такой. Любая официальная игра полезнее даже самой лучшей тренировки. В секции примут всех желающих, дадут ракетку, если своей пока нет. Поддержат и настроят. Здесь я могу хоть что-то добиться. В балетболе мне было тяжело, что я был маленьким ростом. В футболе там надо было. Другие были ситуации. А теннис – это уже мое. То, что мне нравится. Чтобы кого-то научить, нужно и самой быть в форме. Марина Карипанова только в этом году участвовала в четырех больших турнирах для ветеранов. Ветеранами считают спортсменов от 35 лет и старше. В одиночном, парном и смешанном разрядах она играла на грунтовом покрытии, хотя готовится в основном здесь. Она играет турниры Международной теннисной ассоциации и планирует их заранее. В Турции в открытом турнире «Вилсон» категории А она дошла до финала. Еще были два турнира в Германии и один на родине. Везде удавалось пройти по сетке достаточно далеко. Особенно запомнились матчи в Москве. Самое удачное выступление было на чемпионате России, где я стала впервые абсолютной чемпионкой. То есть я выиграла все три разряда. Язык тенниса универсален. Размеры площадок одни и те же. Ракетки примерно одинаковые. Так что добро пожаловать в мир спорта, где даже один в поле воин. Ух ты! Сейчас реально попал. Константин Портных, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой.